Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я расскажу, как готовится соус терияки, об основных принципах и как можно избежать некоторых неловких моментов, для того, чтобы получить его вкусным, качественным и, конечно же, дома. Что происходит в мире с соусом терияки? Конечно, основа соуса терияки это соевый соус. У меня его здесь 350 миллилитров. Я выливаю прям всю бутылочку сюда. Не переживайте, если вам покажется, что у меня будет много соуса терияки, его можно положить в баночку и сохранить до следующего раза. 350 соевого соуса, 150 уксуса. Смотрите, в идеале туда должен идти мирин. Где вы будете искать мирин, никто не знает. И меня это, в общем, мало интересует. Почему? Потому что и для меня даже в Москве мирин найти не так-то просто. Это нужно ехать куда-то или заказывать по интернету. Но у всех есть дома обычный столовый 9% уксус. 150 миллилитров я выливаю к соевому соусу. Добавляю сюда 150 миллилитров воды. Потому что помимо мирина сюда должно идти еще и саке. Ё-моё! Вы можете, конечно, белым вином обычным заменить. Но я так понимаю, что наш российский уксус сильно ядреный вкус имеет и высокую кислотность. Мирин он такой помягче. Саке совсем такая. Ну, похоже на наше белое вино, только они делают его из риса. И, соответственно, все это вместе я у себя в голове прикинул, что как раз 150 воды и 150 обычного уксуса дают вот такую кислотность, которая нам понадобится. Дальше мне нужно будет сюда добавить сахар. Сахар я буду добавлять так. Ставлю на весы. Может, кто не знает такого поварского лайфхака. Обнуляю. И начинаю оттуда забирать вес. У меня вес уходит в минус. Но я вижу, сколько я забираю оттуда. Мне на этот объем нужно примерно 150 граммов сахара. Пока у нас сахар тут пытается раствориться, что им удается с трудом, я беру имбирь. 50 граммов имбиря. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь зубчиков чеснока. Имбирь режем как попало. Мы потом все это процедим, поэтому не надо ничего чистить. И я прошкурку имбиря. Чеснок-то, конечно, нужно раздавить и отправить сюда зубчики без шелухи. Ну, шайтан-машина. Вообще, некоторые японские мастера добавляют туда не восемь зубчиков чеснока, а пару головок на такой объем, для того, чтобы выварить чесночный вкус. Есть варианты, когда соус терияки варят только лишь с кислотой, я имею в виду саке и мирин, и сахаром, без добавления имбиря и чеснока. Но в зависимости от того, какой вы соус хотите получить. Для чего? В этом соусе можно будет еще и мариновать, потому что есть вкус имбиря и чеснока. И его также можно будет использовать в готовом виде. То есть, что делать? Намазывать готовый продукт перед подачей. Теперь я ставлю кастрюльку на огонь. Довожу до кипения. И выпариваю весь объем в 2,5 раза. Ну, давайте так. Вот, надо выпарить это в 2 раза. Посмотрите, какая будет консистенция. Если будет недостаточно, то тогда выпарим еще немножко. Должен получиться такой тягучий соус, как легкий такой заваренный кисель. Ложка не должна там стоять. И всегда старайтесь сделать так, чтобы, если у вас уже он видно, что густой, он при остывании может твердеть. То есть, застывать как, не знаю, что. Этого не должно быть. Он должен даже при остывании оставаться тягучим. Пока терияки докипает, я решил, ну, как так? Терияки есть, а без курицы. Надо пожарить курицу. Сковорода у меня раскаленная. Здесь филе голени, филе бедра. Жарится довольно быстро. Да, кстати, вот посмотрите. Видите, во-первых, в объеме уменьшился. Немножко даже убежал у меня на плиту. И он вот пузырится. Он такой густоватый какой-то. Вот по нему прям видно даже. Так, пора выключать. Стой! Ядрит, мадрит. Вот ему надо было убежать, а потом осесть. Нельзя было это сделать раньше. Ну, ладно. Значит, идея в чем? Посмотрите. Соус получился, он такой вот, видите, густоватый немножко. Сейчас карамель остынет и станет еще гуще. Вот это все, конечно же, нужно процедить обязательно. Курицу обжариваем с двух сторон. Я специально стал обжаривать со стороны кожи, для того, чтобы немножко вытопилось куриного жира. Подсаливаем чуть-чуть, потому что терияки и соленые, и сладкие. Поэтому здесь солью нельзя перебарщивать. Каплю масла для опасного приготовления курицы. Но еще не горим. Голени и бедра прекрасно жарятся на сковороде. Можно это делать без духовки. Главное их почаще переворачивать, чтобы они равномерно прожаривались. Обжариваем бедра до готовности. И буквально за одну минуту до окончания приготовления мы добавим соус терияки. Это волшебный аппарат был, как всегда. Так, огонь уменьшаю. И даем сковородке немножечко остыть, вот как раз, чтобы терияки у нас не загорался. И знаете, что я люблю, когда использую терияки? Я люблю добавить кусочек сливочного масла, прям небольшой. Сюда раз. О, что происходит, смотрите. Соус терияки закипает. И курочка, можно сразу уже отключить плиту. Смотрите, что происходит с курочкой. Да, вот она, настоящая курочка терияки. Причем, вы же видели, да, что это бедра и голени? Это вообще самые вкусные части курицы. И как только у нас курочка подготовилась, доливаем. Смотрите, какой блеск. Какой шикарный блеск. Курицу режем так, чтобы удобно было есть палочками. Ну, если вы увлекаетесь такой штукой. Самое главное, чтобы она была полностью приготовлена. Видите, он, когда остывать начинает, даже вот на доске, он уже тянется, как нитки. Такой вкусный. Обязательно добавляем из сковороды соус на курицу. Я не знаю, кто это придумал, но это вообще шикарно. Это вкусно, великолепно. Обязательно обильно посыпаем жареным кунжутом. И непременно зеленым луком. Вкус и аромат просто потрясающий. Ну что, терияки соус получился великолепный. Понятно, что здесь еще курица дает свой аромат. Но с помощью этого соуса вы можете мариновать. Этот соус вы можете добавлять уже в готовое блюдо. И поливать, например, им, вот как я курицу делал. Или рыбу, или говядину, или птицу, или морепродукты. Получится изумительно. Приятного вам поедания и приятного приготовления терияки соуса. До встречи!